Так устроены люди, что всех в этой жизни хоть раз, но незаслуженно обливали грязью. Поэтому я для наглядности расскажу еще про один случай, который произошел с моим знакомым в 90-е годы. Он был молодым и перспективным заместителем министра. А министр был глубоким пенсионером. И этот мой знакомый представлял для него кадровую опасность. Надо было его как-то убрать. Но как? И вот тогда они придумали очень простую вещь. В одной известной московской газетенке напечатали маленькую статейку, но на первой странице. Там у них такой подвальчик был внизу о разных происшествиях. И вот в этой статейке было написано, что, мол, вот этот замминистра берет взятки. И все. Наверху статейку прочитали, царю доложили и мужика с должности сняли. Как он не пытался отмыться, требовал напечатать опровержение. И они дико извинялись. Говорили, что это какая-то чуть ли не опечатка. И это опровержение напечатали. Но уже после того, как его сняли. И он даже давал интервью центральному телевидению. Но разбираться никто не стал. То ли он украл, то ли у него украли. Какая разница? Главное, что где-то и в чем-то он замазан. Такая вот интересная история. Но нет худа без добра. Зато этот мой знакомый затем стихи начал писать. Под впечатлением от происшедшего. Поэтому прочитаю вам стихотворение. Это размышление о том, каким же образом научиться понимать поглубже происходящее в мире. Каким образом поглубже понять окружающих нас людей. Истинные мотивы их речей и поступков. Это размышление о мечте многих людей стать поэтами. А также о том, захотят ли они стать поэтами, точно узнав, какой путь те проделывают к своим стихам. Стихотворение называется «Если хочешь понять мир поглубже». Если хочешь понять мир поглубже, то придется шагнуть в пустоту. В своего же сознания пропасть и в своей же души глубину. Но лишь так, осознав эту бездну, что разверзнуто в нашей душе, и познав бесконечность сознания, мы поймем что-то о глубине. Только это опасное дело. Заблудиться там можно легко. Утонуть, не успев, стать умелым. Да и смелым, не став заодно. Никому и никто здесь гарантий предоставить не сможет, друзья. Что не вынырнешь ты адресантом психбольницы, как место жилья. Погружаться в опасную бездну можно, если окрепли мозги. Если с миром страховкой ты связан в виде веры, надежды, любви. И неплохо, когда еще рядом постоянно дежурят врачи. Тогда есть небольшая надежда, что родным жизнь ты не омрачишь. И поэтому, если поэтом ты решил стать на этой земле, то ты должен понять, что вот это обойти не удастся тебе. Но из собственных наблюдений я могу поделиться одним. Добровольцев таких путешествий не видал, не встречал я таких. Лишь судьба, мимо воли, немногих отправляет в опасный поход. Тем завидуют люди, кто выжил и оттуда поэтом пришел. О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами О существенном и важном Доктор Волощук СД 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 Доктор Волощук СД